Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник «Всеобщая история. Новейшая история» за авторством Шубина, 10 класс, издательство «Просвещение». Глава 8. Латинская Америка, Азия и Африка с середины 20 по 21 век. Это было время, когда страны Латинской Америки пытались преодолеть отставость с помощью реформ и революций. Когда распад колониальной системы вызвал большие надежды, но далеко не везде они оправдались. Когда страны Ближнего Востока втянулись в конфликт, продолжающийся много десятилетий, и ему не видно окончания. Когда Иран стал Исламской республикой, Индия – самой большой в мире многопартийной парламентской республикой, а Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур – новыми индустриальными странами. Параграфы 24 и 25. Проблемы стран Латинской Америки, революционное движение и реформы. Термины – олигархия, хунта, монетаризм, глобализация. Личности – Хуан Перрон, Фидель Кастро, Артега, Эрнесто Че Гевара и Альенде. Даты – 1959 год. Начало забастовки против Батисты. 1970 год. Избрание президентом Чили Альенде. 1980 год. Начало гражданской войны в Сальвадоре. 1982 год. Высадка аргентинского десанта на Палклендских островах. 2013 год. Избрание президентом Венесуэлы Николаса Мадуру. Страны Латинской Америки в середине 20 века. Ко второй половине 20 века страны Латинской Америки значительно отстали от США, от которых зависели экономические и политические. Эти страны оставались преимущественно аграрными. В них преобладало сельскохозяйственное производство. Большинство населения составляли крестьяне. Крестьянам не хватало земли даже для того, чтобы обеспечить пропитание своей семье. Потому что огромные земельные пространства принадлежали помещикам-латифундистам. То есть владельцам огромных крупных поместий. На земле которых разводили скот и выращивали тропические культуры. Так, на Кубе в собственности всего лишь 14 человек находилась пятая часть, то есть 20% всех земель страны. Продукция латифундии отправлялась на экспорт. Часть своих угодий помещики сдавали крестьянам в аренду. С ростом населения на каждого крестьянина приходилось все меньше и меньше земли. Сельские жители разорялись и под угрозой голода многие из них уходили в города. Но в Латинской Америке не было развитой промышленности. Поэтому в городах скапливалось огромное количество безработных и нищих людей, которые жили в очень тяжелых условиях. Как правило, у каждой страны был один-два сырьевых или сельскохозяйственных ресурса, которые составляли основу ее экономики и всего экспорта. Куба вывозила сахар, конкретно тростниковый сахар. Тростниковый сахар в целом в мире распространен гораздо больше, чем известный в России свекловичный сахар. Тростниковый, кстати, менее сладкий, чем свекловичный, но при этом выращивается в гораздо больших объемах. Так вот, у Кубы это тростниковый сахар. У Аргентины мясо и зерно, у Бразилии кофе, у Боливии олова, у Чили медь и селитра, у стран Центральной Америки бананы, их даже называли банановыми республиками. Колебания цен на мировом рынке вызывали острые экономические кризисы в этих странах. Прибыль от экспорта обычно доставалась иностранным компаниям, которые скупали предприятия наиболее важных сфер производства. Могущественные группировки латифундистов и иностранные корпорации, прежде всего американские, распоряжались не только собственностью, но и властью в странах Латинской Америки. Органы власти создавались по образцам Запада, в основном США. Во главе страны стоял президент, обычно существовал и парламент. Но реальная власть находилась в руках очень небольшой группы наиболее могущественных собственников, крупнейших латифундистов и ставленников иностранных компаний. Из числа представителей этой олигархии избирались и президенты, и наиболее влиятельные депутаты парламента. Большинство неграмотного населения во всем зависело от правящей элиты, поэтому крестьяне в массы своей голосовали за представителей олигархии. Когда олигархи не могли решить свои противоречия мирным путем, совершался военный переворот или устанавливалась военная диктатура. Верхушечные перевороты осуществлялись в согласии США, которые контролировали политическую жизнь стран Латинской Америки, как через прямые контакты с местными олигархами, так и через организацию американских государств, созданную в 1948 году. Выйдя из положения, в котором оказались латинско-американские страны, можно было двумя путями. Или осуществить реформы, или организовать революционный слом общественного строя. Перед реформаторами и революционерами стояли задачи проведения аграрной реформы и создания промышленности, способной снизить зависимость стран Латинской Америки от импорта промышленной продукции, то есть провести импортозамещающую индустриализацию. Вопросы. С какими проблемами сталкивались страны Латинской Америки в середине 20 века? Это крайняя аграрность экономики, это крайняя зависимость от одного-двух экспортных товаров, и колебания цены на эти товары на мировом рынке мгновенно вызывали острые экономические кризисы, или наоборот, если цена повышалась, то в этих странах наступал период кратковременного экономического подъема. Но, как правило, население стран выгод от денег не видело, так как население прирастало, земли было мало, работы было мало, население в целом было крайне бедным. Второй вопрос. Чем объясняются особенности внутриполитического развития международного положения в эти на американских стран? Во-первых, это то, что страны были крайне зависимы от США, то есть, если американцы хотели провести и поставить какого-то своего президента, никто не смел вообще возразить Соединенным Штатам в чем бы то ни было. Штаты делали в Латинской Америке все, что они хотели. И малейшая попытка кого-то что-то там возразить приводила к мгновенной ликвидации этих возражающих Соединенным Штатам. Потом это, конечно же, экономические проблемы. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. В 50-е и 60-е годы 20-го века правительства многих стран Латинской Америки провели аграрные реформы. Латифундистам пришлось поделиться землей с крестьянами. Иногда они добровольно соглашались на это, иногда ставленники помещиков в правительстве сопротивлялись реформам. Тогда революционные движения свергали олигархические правительства. В начале 50-х годов военное правительство Арбенса в Гватемале при поддержке населения начало аграрную реформу в интересах крестьян. Оно приступило к национализации американской банановой компании United Fruit. После этого США мгновенно устроили Гватемале сначала торговую блокаду. В 1954 году при поддержке штатов в страну просто вторглись противники местного правительства. Командование гватемальской армии не решилось противостоять США и само свергло Арбенса. Реформы были свернуты. Падение правительства привело многих сторонников перемен к выводу о необходимости вооруженной борьбы за освобождение субконтинента от власти местных диктатур и американского империализма. В 50-е и 70-е годы продолжались реформы в Мексике, начавшиеся под давлением восставших крестьян еще во время революции в 1917 году. Государство продолжало медленно, в течение нескольких десятилетий после революционных событий 1910-17 годов, распределять землю среди крестьян. Но реформаторы понимали, что перераспределение земли между мелкими крестьянскими хозяйствами не может привести к быстрому подъему экономики страны, потому что производительность этих хозяйств очень невелика. Перед страной встала задача перехода к импортозамещающей индустриализации, но для этого были необходимы деньги. Руководители Мексики нашли выход в обслуживании туристов из США. Привлекая капитал в индустрию туризма, страна сумела получить значительные средства. Ну, скажем так, мексиканский туризм, конечно, известен, но я скажу так, в 70-е годы началась добыча нефти в Мексиканском заливе. И, собственно говоря, Мексика начала добывать нефть в Мексиканском заливе. И после этого в Мексике с экономикой дела наладились, как вы прекрасно понимаете. Сейчас, когда в целом нефть в Мексиканском заливе начала заканчиваться, ситуация с экономикой Мексики начала ухудшаться. Вот и все, что надо знать про мексиканскую экономику. Относительно благополучное развитие мексиканской экономики способствовало и культурному подъему. В это время в стране творили два выдающихся художника-монументалиста – Ривера и Сикейрос. Сочетая достижения авангардизма и традиций латиноамериканского рисунка, они создавали грандиозные росписи общественных зданий, посвященные истории Мексики и освободительной борьбе других народов. Интересно, что художники принадлежали к враждующим течениям коммунистического движения. Ривера был троцкистом, а Сикейрос участвовал в организации покушения коммунистов на Троцкого, причем успешного покушения. Несмотря на эти разногласия, произведения обоих художников близки по стилю и идейному содержанию. В 1946-55 годах пост президента Аргентины занимал Хуан Перрон. Он опирался на армию и профсоюзы, что обеспечило ему широкую поддержку трудящихся. Большой популярностью пользовалась его жена Эва Перрон – актриса, активно участвовавшая в политике и выступавшая на массовых митингах. Когда Эва Перрон умерла, миллионы аргентинцев восприняли это как личную трагедию. Перрон проводил политику строительства промышленных предприятий в тех отраслях, продукция которых раньше поступала в Аргентину из-за рубежа. Несмотря на то, что в 1955 году Перрон был свергнут в результате военного переворота, импортозамещающую индустриализацию Аргентины уже нельзя было остановить. В 1960-х годах США стали помогать индустриальному развитию Латинской Америки, так как были обеспокоены обострением обстановки в этом регионе и серьезным ростом революционных коммунистических настроений. Прежде всего это было связано с успехом Кубинской революции. Вопросы. Почему не удалась попытка глубокой аграрной реформе в Гватемале? Поскольку в этой реформе были задеты интересы американской корпорации. Естественно, что американцы мгновенно подавили всех, кто посмел покуситься на американские интересы в Латинской Америке. Вот и все. Второе. Что было общего в экономической политике мексиканских президентов и Перона в 1946-1955 годах? И в Мексике, и в Аргентине старались очень активно развивать промышленность. Хотя бы ту промышленность, которая в какой-то степени могла обеспечить страну хотя бы какими-то своими товарами. Это и производство определенных ресурсов, и строительство, ну хотя бы, например, сельскохозяйственных заводов, которые бы обеспечивали сельскохозяйственной техникой. Хотя бы какие-то плуги, селки, вилки, какие-то примитивные трактора. Но чтобы они были своими. Уже этого было достаточно, чтобы экономика более или менее начинала хоть как-то, но все-таки подниматься и развиваться. Революция на Кубе Кубе были присущи все основные социально-экономические проблемы, характерные для стран Латинской Америки. От себя добавлю. До Кубинской революции Куба по количеству эмигрантов в США превосходила Китай. То есть, вот, можно ли себе представить, что крошечный островок с населением в районе 10 миллионов человек поставлял в США больше эмигрантов, чем огромный миллиардный Китай. И тем не менее, до Кубинской революции ситуация была именно такой. Сложно себе вообще в это поверить. В то же время, после демократической революции 1934-1935 годов, благосостояние кубинцев росло несколько быстрее, чем население соседних стран. На Кубе сложилась многопартийная система, но в 1952 году в результате военного переворота к власти пришел генерал Батиста. Против диктатора выступили молодые демократы. 26 июля 1953 года группа смельчаков во главе с Фиделем Кастро предприняла неудачный штурм казармы Монкада. Кастро отправили в тюрьму, а затем просто выслали из страны. Фидель Кастро Рус родился в 1926 году в обеспеченной семье. До переворота принимал участие в политической жизни Кубы. После высылки в Мексику он решил вернуться в родной остров и продолжить вооруженную борьбу с Батистой. В декабре 1956 года отряд Кастро на яхте «Гранма» достиг кубинского побережья. Через три дня мучительного перехода по болотам и предгорьям обессиленные бойцы попали в засаду. Только 12 революционеров «барбудас» в переводе «бородачей» остались живы после этой засады, ушли в горы, где и начали партизанскую войну против режима Батисты. Кастро обещал стране демократию и свободные выборы. Сторонники партизан по всей Кубе выступали в движение 26 июля, названное так в честь даты штурма казармы Манкада. Батисты недооценивали угрозу, направляя против партизан только небольшие отряды. Революционеры получили поддержку крестьян. В середине 1958 года наступление армии против партизанских районов в горах провалилось. Солдаты просто не хотели воевать за Батисту. Партизанское движение ширилось по всему югу страны. В конце 1958 года Кастро отправил колонны под командованием своих командиров, команданте Эрнесто Чегевары и Циенфуэгаса, к столице Гавани. На пути партизан лежало множество рек. Им противостояли превосходящие по численности войска. Но полководческое искусство команданта и невероятное мужество бойцов помогли пробиться в намеченные районы. Неспособность армии Батисты остановить продвижение партизан к столице окончательно деморализовала его режим. В декабре 1958 года Чегевары взял крупный город Санта-Клару. 1 января 1959 года началась всеобщая забастовка против Батисты. И диктатор бежал из страны. Революционеры победили. Вопросы, почему на Кубе начались революционные выступления. Они начались после того, как власть захватил конкретный ставленник США, Батиста, и начал проводить тотально проамериканскую политику. Это вызвало сильное недовольство местного населения. В итоге начались революционные выступления. Почему кубинские революционеры победили? По той причине, что они опирались на крайне бедных христиан, которые желали изменения ситуации в стране. В итоге революция победила. Переход Кубы к социалистическому развитию. Фидель Кастро и его соратники считали, что путь к процветанию страны, к проведению аграрной реформы и национализации иностранной собственности. Естественно, что это вызвало острые протесты США. В борьбе с ними Кубе был нужен хороший союзник. И Кастро решил обратиться за помощью к Советскому Союзу. Через некоторое время Куба заявила о намерении строить социализм. Этот выбор дал результат. В страну была направлена массированная советская помощь. Новый курс Кастро вызвал протесты со стороны демократов. Они требовали проведения демократических выборов, на которых народ должен был решить, каким путем идти стране. Но лидеры движения 26 июля отказались от проведения выборов. На протесты бывших соратников по антибатистовской борьбе, в том числе партизанских командиров, Кастро ответил репрессиями. Количество противников нового режима множилось. Начались террористические акты против новых властей. Возобновилась партизанская война. На этот раз против режима Кастро. США активнейшим образом поддерживали и разжигали эту борьбу. В апреле 1961 года на побережье Кубы, в местечке Плай-Херон, высадилась бригада подготовленных ЦРУ кубинских эмигрантов, которые собирались свергнуть Кастро. Но фиделисты действовали очень решительно. Они использовали военную технику, предоставленную Советским Союзом, и десант был полностью разгромлен. На Кубе была проведена последовательная аграрная реформа, передавшая землю крестьянам. Но на этом Кастро не остановился. Вскоре крестьянские земли стали передаваться государственным хозяйствам. С помощью СССР создавались новые промышленные предприятия – металлургические, мужчиностроительные и химические заводы, электростанции. Экономическая зависимость от Соединенных Штатов сменилась зависимостью от Советского Союза. В то же время на Кубе была ликвидирована неграмотность. Удалось создать одну из самых лучших в Латинской Америке систему медицинского обеспечения населения. В 1970-х годах Куба направляла свои войска на поддержку революционных движений в Африке, в Анголе и Эфиопии. В 90-е годы из-за прекращения помощи от Советского Союза Куба пережила тяжелейший экономический и энергетический кризис. В начале 21-го года страна вышла из изоляции благодаря союзу с левыми лидерами Латинской Америки. В 2008 году тяжело заболевший Фидель Кастро передал власть своему брату, Раулю Кастро. Умер лидер Кубинской революции только через 8 лет, в ноябре 2016 года. Вопросы, почему многие соратники Фиделя Кастро по борьбе с Батистой затем с ним разошлись. Дело в том, что предполагалось изначально, что Куба будет демократическим государством, но Кастро, понимая, что демократия не обеспечит защиту от США, пошел по социалистическому пути. Это вызвало протесты его соратников. Второй вопрос. Какие достижения Кубы на пути социалистического строительства можно отметить? Ну, во-первых, Куба провела все-таки достаточно последовательную аграрную реформу и решила хотя бы аграрный вопрос. Потом Куба с помощью Советского Союза сумела построить, пусть и не самую развитую, но все-таки нормальную промышленность. В настоящий момент Куба зарабатывает не столько поставками сельскохозяйственного сырья, сколько поставками никеля. Причем вполне себе нормального никеля. Куба богата залежами никеля. И даже США через Канаду покупают кубинский никель. Так что у Кубы есть все-таки чем похвастаться в вопросе строительства, социализма и промышленности после социалистической революции. Но одновременно с этим сохранились и появились новые проблемы. Все-таки на Кубе промышленность развита достаточно слабо, с экономикой ситуация очень тяжелая, а население крайне и крайне бедное. Эрнесто Че Гевара Эрнесто Че Гевара де ла Серна родился в 1928 году в Аргентине. Он рос болезненным ребенком и всю жизнь страдал от астмы. Эрнесто решил победить болезнь и стал спортсменом, туристом и медиком. В виде бедствия жителей Латинской Америки Гевара искал пути исправления ситуации. Молотова радикала, то есть сторонника наиболее решительных действий, увлекли идеей Ленина. Гевара пришел к выводу, что спасение мира находится за железным занавесом, то есть в СССР. В 1955 году Гевара познакомился в Мексике с Фиделем Кастро, заразился его энтузиазмом и решил принять участие в высадке революционного десанта на Кубу. В Мексике аргентинцев звали Че, за характерное для аргентинцев междометие. Так Гевара получил свой знаменитый псевдоним Че Гевара. После победы над Батистой Че Гевара убеждал Фиделя в необходимости сближения с Советским Союзом. Однако после Карибского кризиса он все больше разочаровывался в Советском Союзе. Его идеалом было построение морального общества без денег и индивидуализма. Че Гевара надеялся перенести отношение партизанского братства на все общество. Но на этом пути его идеала стояли предрассудки простых людей и вся империалистическая система. Че Гевара считал, что ее можно уничтожить, втянув империалистов в непосильные для них войны, во множество Вьетнамов, в том числе в Латинской Америке. Чтобы разжечь огонь континентального восстания, Че Гевара с товарищами отправился в Боливию, откуда предполагалось развернуть наступление против олигархических режимов в соседних странах. Но условия Боливии принципиально отличались от кубинских. В период с 1952 по 1964 годы там произошла демократическая революция. Были национализированы сырьевые богатства, проведена аграрная реформа, а затем в стране установилась диктатура. Но диктатор Барьентос происходил из индейцев и поддерживал хорошее отношение с крестьянами, продолжая аграрную реформу. Ведь большинство крестьян Боливии это как раз таки индейцы. Они не пойдут против того, кто принадлежит к их народу. Так что крестьянам нельзя было привлечь на свою сторону революции лозунгами земельного передела. Кубинцы надеялись увлечь боливийцев идеалами коммунизма. Однако местные крестьяне-индейцы не сочувствовали таким призывам. В боях с правительственными войсками без всякой поддержки отряд Че Гевары таял на глазах. В отчаянии революционный вождь с мировым именем вел несколько оставшихся бойцов по пустынным горам. 8 октября 1967 года он был ранен, взят в плен и на следующий же день был расстрелян, чтобы не устраивал бардака в стране. Вопросы. За что сражался Че Гевара? Че Гевара был невероятным идеалистом. Он хотел построить некое идеальное общество таким, каким он его представлял. Ну, собственно говоря, многие пытались. Все провалились. Второй вопрос. Почему не удалась попытка Че Гевары поднять восстание в Боливии? Дело в том, что в Боливии экономическая ситуация была совершенно противоположна Кубинской. Там уже были проведены многие реформы. И самое главное. Население Боливии, это большей частью, это индейцы. Мало того, при Че Геваре главой Боливии тоже был выходец из индейцев. Индейцы не поддерживали того, кто шел против их собственного представителя. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. В Никарагуа правила династия диктаторов Самоса. Этой семье принадлежали общерные земли и целые отрасли экономики. Под влиянием Кубинской революции здесь началась партизанская война под руководством Сандинистского фронта национального освобождения, СФНО, который был назван в честь Сандино, героя освободительной борьбы Никарагуа. В 20-е и 30-е годы 20 века одновременно против президента Самоса вели борьбу и либералы. В 1978-79 годах повстанцы с помощью либералов удалось свергнуть Самосу. К власти пришел Сандинистский фронт во главе с Артегой. Постепенно сандинисты отстранили либералов от участия во власти. СССР и Куба поддержали новый режим. Часть микарагуанцев была привлечена на сторону СФНО аграрной реформой и социалистическими лозунгами. Другая часть обвиняла левых в установлении диктатуры. Общество раскололось. Противники режима, Контрас, начали партизанскую войну против СФНО. Их поддержали США. А революционеров – Куба. Среди Контрас были и бывшие самосовцы, и либералы, и даже бывший команданта СФНО Пастора, недовольный диктаторской политикой Артеги. Победа революционеров в Никарагуа активизировала вооруженную борьбу и в соседних странах. В 1979 году революционеры во главе с Бишопом захватили власть на острове Гренада и передали предприятия в руки кооперативов, состоявших в них работников. В 1980 году развернулась гражданская война в Сальвадоре и усиливалась давнишняя гражданская война в Гватемале. Революционерам помогали Куба и Никарагуа, а через них СССР. Контрреволюционеров поддерживали США. Революционеры-марксисты и их противники действовали очень жестко, и от этого в первую очередь страдало мирное население. Но ни одна сторона не добилась решающего перевеса. Только на Гренаде в результате прямой агрессии США в 1983 году революция была подавлена. В 1990-1993 годах в Никарагуа, Сальвадоре и Гватемале было достигнуто соглашение о национальном примирении. Состоялись свободные выборы, на которых часто победили либеральные партии. Были проведены умеренные реформы, но в целом, несмотря на жертвы, основные социальные проблемы в этих странах решены не были. Вопросы. Кто и почему боролся против власти семейства Самоса в Никарагуа? Там сразу были, так сказать, две группировки. Это левые и демократы-либералы. То есть сразу две группировки боролись против Самоса, которые постепенно объединились в единый Сындинистский фронт. Второй вопрос. Как победа с Сындинистской революцией в Никарагуа отразилась на ситуации в других странах? Эти страны стали получать поддержку от победивших революционеров в Никарагуа, поэтому гражданские войны в соседних странах усилились. Реформы в странах Латинской Америки в 1950-70-е годы. Многие политики Латинской Америки считали, что революция и гражданская война – это слишком разрушительные средства. Они не помогут преодолеть вековую отставость экономики субконтинента. Эти политики выступали за реформы. Сочетание революционных взглядов и осторожной реформистской тактики было свойственно некоторым военным руководителям. В 1968 году революционно настроенные военные захватили власть в Перу и Панаме. Позднее их примеру последовали офицеры Эквадора, а также Боливии. Установив свою диктатуру, офицеры стали передавать землю крестьянам. Чтобы увеличить производительность сельскохозяйственного труда, создавались крестьянские кооперативы, в которых крестьяне должны были совместно работать на общей земле. Налоговые поступления направлялись на импортозамещающую индустриализацию. Часть иностранной собственности при этом была конфискована. Первоначально реформы военных имели успех, но затем начался кризис. Опасаясь национализации, предприниматели очень неохотно вкладывали деньги в производство. Иностранный капитал покидал эти страны. Государственных средств на проведение реформ не хватало, что вело к инфляции. Среди военных начались разногласия. Реформаторы были отстранены от власти. Они или уходили в отставку, или погибали, или свергались сторонниками олигархии. В 1989 году США вторглись в Панаму и свергли местное правительство. Но в 1999 году, то есть всего через 10 лет, США были вынуждены вернуть Панаме зону Панамского канала. Реформы военных лидеров позволили таким странам, как Перу и Панама, укрепить свою самостоятельность и сделать экономику более современной. Вопросы. Какие реформы провели в ряде стран Латинской Америки революционно настроенные военные? Они, прежде всего, проводили аграрную реформу и пытались проводить импортозамещающую индустриализацию. Второй вопрос. Почему сторонники реформ нередко довольно быстро теряли власть? Дело в том, что реформы часто были недостаточными, несколько непродуманными и, самое главное, очень неуспешными. Восьмое. Преобразование народного единства в Чили. На юге Южной Америки, в Чили, Аргентине и Уругвай, утверждение капиталистических отношений и индустриальное развитие происходило несколько быстрее, чем в Латинской Америке в целом. Здесь упрочились демократические традиции, городское население было более грамотным, росли средние свои населения, существовали влиятельные оппозиции, профсоюзы, относительно независимая пресса. В остальном эти страны испытывали те же трудности, что и вся Латинская Америка. Исторические судьбы государств юга субконтинента были близки, но наиболее ярко общие тенденции в развитии проявились в Чили. В сентябре 1970 года на выборах президента Чили наибольшее количество голосов получил кандидат левого блока «Народное единство» социалист Альенде. Сальвадор Альенде Госсенс родился в 1908 году. По профессии он был врач и понимал, что массовые болезни и недоедания вызваны бедностью людей. Поэтому Альенде стал одним из организаторов социалистической партии Чили, которая отстаивала права рабочих и выступала за демократический социализм. Блок «Народного единства» включал в себя социалистическую и коммунистическую партию и несколько небольших группировок. Он выступал за национализацию природных ресурсов страны, за создание сильного общественного сектора в экономике, за ликвидацию экономического господства монополий, за прочные социальные гарантии. Вступая в должность, Альенде обещал строго соблюдать конституцию. Первоначально реформы «Народного единства» поддерживала большая часть общества и парламента. Была введена индексация зарплат, то есть регулярное повышение в соответствии с инфляцией, ростом цен. Ускорена аграрная реформа. Детям стали бесплатно выдавать молоко. На государственных предприятиях началось создание Советов самоуправления с участием администрации, рабочих и профсоюзов. Христианские демократы тоже поддержали эти реформы. В июле 1971 года парламент единогласно провозгласил чилинизацию местных рудников, угольных шахт, разработок селитры и гидроресурсов. Зависимость чилийской экономики от иностранных монополий была ослаблена. Но это немедленно вызвало санкции со стороны стран Запада, у которых была изъята собственность. Действия президента Альенда привели к резкому оттоку иностранного капитала из страны. Правительство народного единства стало сталкиваться с другими трудностями. Стало. Создав гигантские государственные монополии, Альенда рассчитывала с их помощью получить средства на социальные программы. Но оказалось, что государственная бюрократическая экономика неэффективна. Правительству пришлось финансировать государственные предприятия за счет увеличения выпуска денег, то есть эмиссии денег. Это сразу же привело к росту цен, инфляции. В первые месяцы правления Альенда это свело на нет повышение благосостояния трудящихся. В октябре 1971 года президент потерял поддержку парламента, который отказался голосовать за дальнейшую передачу предприятий в руки государства. Альенда, в свою очередь, отклонил предложение христианскими демократами идею о передаче предприятий коллективам трудящихся. Против нее выступали входившие в народное единство коммунисты. И Альенда не решился на раскол своего блока ради примирения с христианскими демократами. Реформы зашли в тупик. Вопросы. Каковы особенности развития Чили, Аргентины и Уругвая? Тут эти три страны несколько отличаются от остальных стран Латинской Америки. Здесь все-таки больше развиты города, более развитая экономика, вследствие этого более развитая промышленность, более развито политическое и социальное сознание населения. Поэтому и общая ситуация в этих странах была несколько более стабильной и более развитой. Второй вопрос. Почему политика Альенда сначала пользовалась широкой поддержкой, но затем вызвала массовое недовольство? Дело в том, что изначально реформы казались очень правильными. Но когда эти реформы стали проводить, выяснилось, что то, что изначально казалось очень разумным и правильным, оказалось далеко не таким разумным и правильным. Проще говоря, реформы оказались крайне неуспешными. К тому же на эти реформы сразу же наложились еще и внешние санкции. Кризис реформ и военный переворот в Чили. В результате реформ положение трудящихся в Чили только ухудшилось. В 1972-1973 годах Чили охватили забастовки горняков и транспортников. В столице и других городах бушевали митинги сторонников и противников народного единства. Оппозиция, обличая экономические трудности, проводила марши пустых кастрюль. Тысячи женщин шли по улицам городов, гремя пустыми кастрюлями. Антиправительственные демонстрации разгонялись войсками. В этих операциях особо отличился генерал Августа Пиночет, который вскоре был назначен начальником генерального штаба Чили. В условиях обострения ситуации в стране Альенде предпочел опереться на коммунистическую партию. Коммунисты были более дисциплинированные, чем социалисты. Альенде стал следовать советам лидера коммунистов Карвалана, игнорируя требования своей партии. Советский Союз был идеалом для чилийских коммунистов, которые предлагали невооруженным путем установить диктатуру пролетариата, возглавляемую президентом. Но на пути установления такой диктатуры стояли парламент, оппозиционные партии и независимое от правительства профсоюзы. На дополнительных выборах парламент, народное единство не получило большинства. Нежелание президента идти на уступки христианским демократам и политический хаос привели к тому, что депутаты стали опасаться разгона парламента вооруженными сторонниками народного единства. И тогда был принят закон, согласно которому армия объявлялась единственной законной вооруженной силой. Рабочие кордоны, вооруженные отряды профсоюзов на заводах, разоружались. Предполагалось, что армия всегда будет верна Конституции. В августе 1973 года под давлением генералов ушел в отставку преданной Конституции главнокомандующий Прац. Его место занял генерал Пиночет. 11 сентября 1973 года чилийская армия вышла из казарм. Сторонники Альенде в армии были арестованы. У рабочих и студентов, готовых защищать народное единство, почти не осталось оружия, и очаги сопротивления были легко подавлены армией. Власть в стране захватила военная хунта во главе с Августа Пиночетом. Армия, используя танки и авиацию, взяла штурмом президентский дворец Ла Манеда. Президент Альенде погиб. Вопросы. Почему Альенде предпочел союз с коммунистами, а не христианскими демократами? Дело в том, что коммунисты, так сказать, были гораздо более дисциплинированными и предлагали более жесткие меры, которые нравились Альенде, чем то, что предлагали христианские демократы. Второй вопрос. Почему вооруженные силы выступили против законно избранного главы государства? По той причине, что тот самый Августа Пиночет воспринимал происходящее как беспорядок и желал беспорядок в стране ликвидировать, наведя жесткий военный порядок. Надо отдать должное, ему это удалось. Правда, экономических и социальных проблем это не решило. Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Большинство латиноамериканских стран в 70-х годах оказались под властью авторитарных правителей. Еще в 1964 году военный переворот произошел в Бразилии. В 70-е годы диктаторские режимы были установлены в Чили, Аргентине, Уругвайе и Боливии. С 50-х годов существовала диктатура в Парагвайе. Все эти режимы защищали интересы олигархии и иностранного капитала, прежде всего американского. Наиболее типичной из них можно считать диктатуру Пиночета в Чили. Генерал Пиночет начал свое управление с массовых арестов и убийств активистов политических партий, причем не только левых, но и либеральных демократов, профсоюзов, журналистов, даже артистов, всех, кто мог выступить против диктатуры. В первые дни после переворота был убит знаменитый чилийский Барт Хара, выступавший в поддержку Альенда. В стране сооружались концы лагеря, заключенные которых подвергались издевательствам и пыткам. За годы диктатуры были убиты тысячи людей. Пиночет уничтожал и тех своих противников, которые оказались за рубежом. Экономическое положение Чили оставалось тяжелым. В 1974 году Пиночет под влиянием учеников теоретика монетаризма Фридмана начал проведение экономических реформ. Монетаристы полагают, что экономическое процветание может быть обеспечено свободным рыночным соревнованием частных компаний, при условии, что курс валюты будет неизменным, а государственное и общественное вмещательство в экономические процессы минимальным. Разработка реформ была поручена молодым экономистам, учившимся в Чикаго, поэтому получившим прозвище «Чикагские мальчики». Правительство приватизировало большую часть государственного сектора. Иностранному капиталу были предоставлены широкие привилегии и возвращена возможность использовать природные богатства страны. Прибыли от их эксплуатации полностью уходили за рубеж, в то время как в Чили росла нищета. Но серьезные зарубежные фирмы все-таки опасались вкладывать крупные капиталы в страну, в которой царил произвол. Постепенно меры чикагских мальчиков все же позволили привлечь иностранные капиталы, и начался экономический рост. Но он был непродолжителен. Новая экономическая система всецело зависела от колебаний цен на мировом рынке, и в 1982 году рухнула. Национальная валюта была обесценена, девальвирована. А большинство приватизированных предприятий оказались на грани банкротства. Пиночету пришлось отказаться от политики монетаризма и оплачивать долги частных банков. В итоге при валовом продукте страны в 15 миллиардов долларов в год внешний долг составил 20 миллиардов. Безработица составила чудовищный 35% трудоспособного населения. То есть треть населения Чили голодала. С 1982 года в стране стала нарастать волна митингов и забастовок. Несмотря на репрессии, продолжали действовать независимые профсоюзы, организовавшие в 1986 году мощнейшую забастовку против хунты. Вопросы. Что свидетельствует о том, что после военного переворота в Чили установилась именно военная диктатура? Полное отсутствие каких-либо выборов, крайнее подавление, крайне жесткое военное силовое подавление любых попыток какого-либо мирного протеста против тех или иных действий. Физическое устранение противников режима. Второй вопрос. Какую экономическую политику проводил Пиночет, какие она имела последствия? Он проводил политику монетаризма, то есть максимально свободного экономического действия в стране и невмещательства ни общества, ни государства в экономику. На какое-то время это позволило чилийской экономике слегка приподняться, но в целом успеха не имела. Страна как была крайне нищей, так и оставалась. Это несмотря на то, что Чили обладает колоссальными запасами меди и селитры и вообще-то может быть очень даже успешным государством. Переход к демократии и усилению левых сил. Даже диктатору, присвоившему себе президентские полномочия, становилось ясно, что без демократизации страны экономические реформы успешно завершить не удастся. В 1988 году Пиночет объявила проведение референдума по вопросу о том, доверяют ли чилийцы президенту. Напрасно официальная пропаганда, господствовавшая в средствах массовой информации, убеждала население, что отставка Пиночета приведет к возвращению хаоса. Большинство чилийцев проголосовали на референдуме против диктатуры. В 1989 году Пиночет ушел в отставку. Он получил на территории Чили личную неприкосновенность, сохранявшуюся за ним вплоть до его смерти в декабре 2006 года. К власти вернулись христианские демократы и социалисты. Реформы стали проводиться успешнее. Как только начался процесс демократизации, активизировался приток капитала в страну. Средние свои населения вкладывали собственные накопления в малый и средний бизнес. Но экономика Чили по-прежнему очень сильно зависит от международной конъюнктуры. По Чили очень больно ударили мировые экономические кризисы 1997-1998 годов и 2008 годов. Но к 2008 году Чили сумели накопить большой, так сказать, денежный запас, так как цена на медь была очень высокой. И 2008 год Чили, и кризис 2008 года, Чили смогла пережить куда более успешно. И в целом сейчас Чили достаточно состоятельное государство, так как цена на медь очень высока. Демократизация в Чили стала частью более широкого процесса перехода от военных диктатур к гражданскому правлению в государствах Южной Америки. В 80-е годы страны, в которых существовали диктатуры, оказались в экономическом тупике и политической изоляции. Правители Аргентины пытались сплотить население с помощью маленькой победоносной войны. В 1982 году аргентинский десант высадился на подконтрольных Великобритании в Фалклендских островах, которые находятся совсем недалеко от Аргентины. Но британцы провели мощнейшую военную кампанию, так называемую Фалклендскую войну, и выбили Аргентину с островов, сохранив их за собой. В итоге проигрыша в войне диктатура в Аргентине пала. В 1985 году военные передали власть демократически избранным правительствам в Бразилии и Уругвае. Впервые в истории Латинской Америки во всех ее странах, кроме Кубы, авторитарные режимы бескровно сменились свободно избранными гражданскими властями. Демократизация проводилась под давлением международной общественности и средних своих населения. Однако в условиях глобализации зависимость стран Латинской Америки от США только сохранялась. Не удалось решить и большинство социальных проблем, которые вызывали революционные движения в Латинской Америке в 20-х годах. Это привело к росту популярности левых сил, выступавших за социализм, против империалистического господства. Попытка пойти по социалистическому пути была предпринята в Венесуэле. В 1992 году группа офицеров во главе с Уго Чавесом попыталась свергнуть президента. Но эта попытка закончилась поражением, а офицеры оказались в заключении. Однако вскоре новый президент их амнистировал, и Чавес решил идти к социализму, к конституционным путем, подобно Альенде. Чавес выиграл выборы, в 1999 году стал президентом Венесуэлы. Он выступал за создание социализма 21 века, использовал доходы от нефти для помощи бедному населению. В стране началась гиперинфляция. Попытка сдерживать рост цен привели к дефициту товаров. Проводилась аграрная реформа. Однако Чавесу не удалось создать эффективный социалистический сектор экономики. При нем вырос уровень образования, и сократился разрыв в доходах между верхами и низами общества. Правда, в основном за счет того, что обеднели средние слои. Президент был очень популярен среди бедноты, но его политика вызвала недовольство средних слоев и имущественной элиты. Идеалом Чавеса был Симон Боливар. Он провозгласил Венесуэлу Боливарианской республикой. В 2002 году произошла попытка государственного переворота, но Чавесу удалось с ней справиться и укрепить свою власть. Однако оппозиция сохранила большое влияние в Венесуэле. Президент выигрывал референдумы и проводил реформы Конституции, укрепляя его власть. Чавес резко выступал против влияния США в Латинской Америке, активно помогал Кубе, поддерживал левые силы других стран Латинской Америки. После смерти Чавеса в 2013 году на выборах победил его последователь Николас Мадуро. При нем экономическое положение только ухудшалось. Против правительства активно выступали сторонники возвращения к обычным рыночным отношениям. В 2019 году они не признали перевыборы Мадуро на новый срок, что привело к массовым волнениям и столкновениям в стране. США и ряд государств Западной Европы очень активно поддерживают оппозицию Венесуэля. И причина очень проста. Венесуэла обладает самыми большими на Земле доказанными разведанными запасами нефти. Причем, сразу же поясню, доказанные разведанные запасы нефти не означают, что Венесуэла добывает огромное количество нефти. Добыча нефти в Венесуэле не очень-то большая на самом деле. Но вот запасы нефти на несколько веков вперед. Так что вы должны прекрасно понимать, почему Соединенные Штаты очень бы хотели поставить Венесуэле своего президента и держать Венесуэлу под своим самым жесточайшим контролем. Потому что там самые большие доказанные запасы нефти. И американцы очень бы хотели эти запасы нефти контролировать самостоятельно. Но ни Чавес, ни Мадуро не позволяют американцам контролировать эти запасы нефти. Зато вот Россия и Китай в Венесуэле имеют достаточно серьезное представительство. Так что Соединенные Штаты, конечно же, очень недовольны такой ситуацией. В 2005 году в Боливии на выборах победил Эво Моралес, который национализировал добычу газа. В 2019 году при этом Моралес был вынужден бежать из страны после обвинений в подтасовке результатов президентских выборов. В 2006 году к власти в Никарагуа вернулся Ортега. Левые силы на время победили в Боливии, Бразилии, Аргентине, Эквадоре, Никарагуа, Сальвадоре и Парагвае. Но их положение было неустойчиво. В Венесуэле возник острый дефицит потребительских товаров. Массовое недовольство населения привело к политическому кризису в стране. Реформы, проводившиеся левыми правительствами в начале 21 века, были непоследовательными. С одной стороны удалось улучшить положение социальных низов, с другой обострились финансовые проблемы. Вопросы. Почему в конце 80-х, начале 90-х годов в странах Латинской Америки началась демократизация? По той причине, что авторитарные и диктаторские режимы совершенно не могли решить никаких проблем. В то время как давление международного сообщества на диктаторские режимы усиливалось. Какие процессы свидетельствуют о серьезном кризисе однополярного глобализма? Это то, что этот однополярный глобализм не решает экономических проблем в малых и бедных странах. И возрастает противодействие этому однополярному глобализму. В виде различных революций, партизанских движений и появлению новых авторитарных режимов. Вопросы и задания. Но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Первое. Вспомните, что такое латифундия и олигархия. Латифундия – это крупный участок земли, очень крупный, сотни, а то и тысячи гектар, которые принадлежат одной семье. И производимые на этой земле товары, как правило, это сельскохозяйственные товары, поставляются на экспорт. Олигархия – правительство наиболее богатых людей в стране. Взаимосвязаны ли эти понятия? Не обязательно. Латифундисты могут быть олигархами, но при этом олигархами могут быть и владельцы заводов. Так что здесь не обязательно прямая связь. Опишите с их помощью социально-экономическую и политическую ситуацию в Латинской Америке. Очень просто. Как правило, большая часть богатых людей – это были как раз-таки латифундисты, так как промышленности было крайне мало. Они же были и представителями власти. То есть олигархами. И были во власти. Второй вопрос. В чем заключались основные причины революции в Латинской Америке? Это причины крайней неустроенной жизни и то, что практически вся экономика принадлежала Соединенным Штатам. Население было крайне бедное. Это населению не нравилось. В своей речи на суде в 1953 году «История меня оправдает» Кастро утверждал «Всякий, кто пытается не допустить или нарушить осуществление всеобщих выборов, подлежит лещению свободы. Мы подняли восстание против одной только власти – незаконной власти, которая узурпировала и объединила законодательную и исполнительную власть в стране». После прихода к власти Кастро отказался от проведения выборов. Как вы думаете, почему? Дело в том, что Батиста, будучи диктатором, пытался изображать из себя якобы демократа, но при этом реально объединил исполнительную и законодательную власть в своем едином лице. В то время как Кастро все-таки опирался на коммунистическую партию в том или ином виде, не пытаясь в своем едином лице объединить и исполнительную, и законодательную власть. Все-таки есть определенные отличия. В 1960 году Че Гевара писал, «Не всегда нужно ждать, пока созреют все условия для революции. Повстанческий центр может сам их создать». Проанализируйте этот вывод. Используйте сведения об опыте партизанской войны на Кубе в Никарагуа и в Боливии. Скажем так, партизанский центр может создать необходимые условия для революции там, где есть серьезные экономические проблемы. Но здесь надо жестко учитывать, насколько эти проблемы будут жесткими. На кого будут опираться повстанцы? То есть, если они будут пытаться опираться на крестьян, которые хорошо живут, то восстание провалится. Обеспеченные крестьяне ни на какое восстание никогда в жизни не пойдут. А вот крайне бедное и нищее население на восстание может подняться. Пятое. Заполните сравнительную таблицу революции. На Кубе и в Никарагуа. Наличие или отсутствие указанных признаков, обозначенные знаками плюс или минус. Значит, нам даются признаки, а также Куба и Никарагуа. Борьба против диктаторского режима. Здесь плюсы и на Кубе, и в Никарагуа. Проведение аграрной реформы. И Куба, и Никарагуа. Подавление оппозиции. Опять-таки. Здесь и Куба, и Никарагуа. Передача крестьянских земель государственным хозяйствам. А вот здесь вот только Куба. В Никарагуа этого не было. Шестой вопрос. Какие из проблем, присущих странам Латинской Америки, удалось решить кубинским и никарагуанским революционерам? В принципе, там удалось решить аграрный вопрос. А также, например, на Кубе удалось серьезно навазить медицинское обеспечение. Куба имеет одну из самых лучших медицинских систем среди стран Латинской Америки. Седьмой вопрос. Что такое эмиссия, инфляция, девальвация? Эмиссия – это когда вы включаете печатный станок и печатаете деньги, которые не обеспечены экономически. Это вызывает инфляцию. Инфляция – это когда вы напечатали кучу денег и цены просто догнали эту самую инфляцию. То есть, почему в экономике нельзя просто взять и повысить зарплаты? Причина очень проста. Потому что все тут же повысят цены. Вот и все. То есть, вы взяли и повысили пенсии в два раза, цены тут же выросли в два и более раза. Вот и все. То есть, экономика прямо взаимосвязана. Поэтому, когда начинают всяческие идиоты рассказывать, что вот, надо просто в два раза повысить пенсии и зарплаты, и все будет хорошо, да ни хера хорошего ничего не будет абсолютно нигде ни с какой стороны. Просто тут же вырастут цены. Причем вырастут еще и больше, чем выросли пенсии и зарплаты. Население на самом деле станет просто беднее. Это и есть инфляция. Вот такая вот специфика. Так что очень и очень это невыгодно. Девальвация. Это резкое удешевление валюты. То есть, если была, например, валюта за, так сказать, один условный какой-нибудь рубль, доллар, и как уж там, собственно говоря, там песо или что-то там еще, можно было купить, грубо говоря, одну буханку. А на следующий день вы за этот самый один песо можете купить только одну несчастную сигарету. Извините, это девальвация. То есть, когда резкое происходит удешевление валюты относительно другой. То есть, девальвация, она касается курсов валют. То есть, вот за один рубль был, так сказать, за один доллар США давали 10 песо, на следующий день дают 100 песо. Это та самая девальвация. Восьмое. Выступая на митинге, Альенде говорил. Если заговорщики в своем безумии спровоцируют ситуацию, которую мы не хотим, то они должны знать, что вся страна замрет. Ни одно предприятие, ни одна фабрика, ни один цех, ни одна больница, ни одна ферма не будут работать. Как вы думаете, почему эта угроза не остановила переворот? Да и сам переворот встретил слабое сопротивление. Дело в том, что переворот устроила конкретно армия, и армия очень жестко сказала. Только посмейте что-то вякнуть, и мы просто расстреляем всех недовольных. Естественно, что это заставило всех остальных заткнуться и выполнять приказы. Девятое. Представьте себя на месте президента Альенде. Что бы вы сделали иначе, чтобы довести реформу до конца? Ну, я со своим опытом скажу так. Так, попытка национализации каких-то предприятий ни к чему хорошему не приводит. Я бы пошел по пути, по которому прошел президент Путин в России, когда пришел к власти. Я бы поднял экспортные пошлины. То есть попытка, так как иностранные компании владеют всем в стране, они вывозят огромное количество ресурсов из страны. Я бы попросту обложил эти вывозимые ресурсы огромнейшими пошлинами. И в первую очередь заставил эти самые иностранные компании вывозить не голую руду, а построить внутри страны электростанции и заводы, которые бы из голой руды производили ну хотя бы слитки. Уже страна стала бы жить лучше. То есть по этому самому пути, кстати, пошел президент Путин, когда пришел к власти в России. И надо отдать должное. Это дало очень хороший результат. Экономика стала очень активно развиваться. Причем экономика не сырьевая, а именно экономика машиностроительная. Экспортные и импортные пошлины. Ими очень активно можно развивать экономику. Этими же путями, собственно говоря, шли и остальные страны, которые активно стали развиваться. А всяческие национализации они ни к чему хорошему особо не приводят. Десятое. Что общего между событиями в Центральной Америке и на юге южноамериканского субконтинента во второй половине 80-х годов? Это демократизация. Смена диктаторских режимов демократическими. Одиннадцатое. Как вы думаете, каким образом перестройка в СССР повлияла на достижение национального примирения в Центральной Америке? Прекратилась поддержка социалистов. Причем поддержка в основном такая военная, партизанская. И это позволило все-таки примириться очень многим местным старым противникам. Почему образ Эрнеста Че Гевары стал одним из самых популярных в массовой культуре второй половины 20-го века? Че Гевара был настоящим революционером, причем крайне романтизированным революционером. Он действительно пытался создать, так сказать, некое идеальное общество. И из него сделали просто икону. Но был ли он таким? Нет. Он был просто обычным человеком. Хотя и очень увлеченным. Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа. Каковы были причины и последствия революционных движений на Кубе и Центральной Америке? Причины были везде просты. Крайняя нищета населения. Крайняя скверная экономическая ситуация в странах. А вот последствия в целом. Ну, на Кубе революция сохранила. Что-то там, конечно, было построено. Но в целом, если не брать Бразилию и Мексику, все остальные страны Латинской Америки имеют достаточно сырьевую и очень скверную экономику. И в целом в этих странах достаточно бедное население. Но при этом еще и часто бывают различные выступления среди народа, поскольку экономическая ситуация там все-таки крайне и крайне тяжелая.